В ДВ Дружба прошло мероприятие, посвященное Дню Единства Народа Казахстана. Известно, что распоряжением главы государства в связи со сложной ситуацией из-за паводков традиционные шествия были отменены. В этом году праздник будут отмечать в коллективах и организациях. На мероприятии с участием членов Ассамблеи заместитель Акима области Бакльджан Нарымбетов поздравил собравшихся и поблагодарил за слаженность в работе по предотвращению затопления и помощи пострадавшим. Члены Ассамблеи всегда первыми реагируют на все происходящее в стране. Исключением не являются и чрезвычайные ситуации. Опыт, накопленный годами, помогает быстро сориентироваться и наладить нужные процессы в работе. В этом году жители области вместе с властями боролись за свои населенные пункты. И если бы работа была не столь дружной, ситуация сложилась бы гораздо хуже. История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общий национальный тест на прочность. Мы все граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные с самой историей, несогрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины, Республики Казахстан. У нас есть главное – это наше единство, которое позволит решить любые высокие цели и задачи. Самое важное на сегодня – не зацикливаться на имеющихся трудностях, а двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее, отмечали спикеры. Члены ассамблеи собственным примером показывают, как дружба и согласие в обществе положительно влияют на каждый вызов. Все первоначальные идеи ассамблеи актуальны до сих пор. Наше достижение – это не только память о том, что было сделано, но и стимул для того, чтобы двигаться дальше, стремиться новым высотам, преодолевать новые вызовы. В сегодняшний день – это не только возможность отметить прошлое, но и погрузиться в будущее с новыми идеями, амбициями и целями. Мы обязаны сохранить историю, уважать традиции, но идти вперед, строя новые перспективы для наших детей и следующего поколения. О важности поддержки друг друга говорил на 33-й сессии ассамблеи и глава государства. От нашей области на ней присутствовал Илгун Джаналеев. По объективным причинам она отличалась от всех предыдущих. Главный посыл – единство народа. Через эти трудности мы тоже прошли, благодаря нашей сплоченности, благодаря нашему единству, что очень радует, что никто не остался в стороне и каждый готов был протянуть руку помощи. Здесь объединились все. Здесь уже конкуренция шла, кто больше, кто лучше окажет материальную помощь. Это наши политические партии, спортсмены, предприниматели, меценаты, крупные компании. На мероприятии также выступали и местные артисты, которые исполняли произведения на разных языках, как еще одно подтверждение сплоченности нашего народа. Екатерина Шмидт, Колыбек Акраб, Дидар Кусаинов, Акжаик, Акпарат.